Всем привет! Это третья серия про хранение всякого инструмента в гараже, что как удобно хранить и как бы это уже переход на новый уровень, новый гараж, еще больше инструмента, еще больше всяких запчастюлек, которые куда-то надо девать и с которыми надо работать. Но прежде одно отступление, я недавно случайно включил чипов узо крутой тюнинг и заметил что у него вот такие же мозолистые руки я блин даже зауважал его до этого я всегда считал что это скорее такая медийная личность ведущий оказалось нет работяга трудяга такой же как мы с вами все поехали дальше смотрите там всякие полочки прочая фигня ништяк когда вы работаете за каким-то столиком когда у вас одно рабочее место но когда к вам приезжает машина приходится все подтаскивать к ней и это очень неудобно поэтому лучше иметь вот такую штучку сейчас про нее расскажу как я уже говорил со временем ключей все больше и больше подтаскивать машине приходится все больше инструмента ключей головок и это замедляет работу потом еще приходится все это развешивать удобно иметь вот такой вот инструментальный столик ценник у него конечно эпичный не для каждого гаража подойдет вот это железная тумбочка на колесиках порядка 12-14 рублей и это одна из самых дешевых вариаций смотрите дамы если смотрят нас смотрите что нужным вашему мужчине подарить если он любит проводить время за ремонтом своей любимой ласточки очень ништяк все все катается она закрыта вот поехали когда приехали нажали ручник почти как хендайки ручник ножной все мы приехали сверху вот штука чтобы ложить можно было все это складывать какие-то запчасти от разобранные машины сбоку как правило у многих тумбочек перфорация чтобы крючки всякие можно было вешать я так и ничего пока не повесил мне не надо куча полочек я для простоты их подписал потому что не один работаю что куда ложить но в дешевой вариации смотрите не будет органайзеров ключи просто набросана ну благо у меня все-таки ключи не заводские он нашли вот что нужно забрал сюда поместилась целая гора инструмента которая до этого просто валялась ну либо как-то была повешена на стенках что тоже неудобно далеко ходить вот и как в том клипе здесь не будет к сожалению пиваса здесь просто молотки то есть все что нужно у меня со мной в походной сумке которую можно подкатить туда куда нужно даже если нужно выкатить на улицу если что-то вдруг придется делать там на улице общем-то порадуйтесь за меня на этом можно было бы закончить но сейчас покажу пару приколов которые ждут вас если вы купите такую же штуку будьте к ним готовы во-первых колесики надо протягивать сразу это россия сделано в россии ни черта не протянута гроверных шайб нету фиксатора резьбы тоже нету проще сразу пока он не заполненный этот ящик протянуть колесики и поставить гроверные шайбы чем потом мучиться все выгружать самая жестокая фишка с которой я сразу столкнулся полы у супер ровный однажды смотрите смотрите поехала поехала вот чуть уклон даем они все потихоньку выезжают понеслись ну блин вот так было короче первый раз когда я подкатил ее к машине и я офигел фукой как собрал все это так второй раз я был умнее я пока катил вот так поставил закрытое положение но к сожалению вот она хоп открылась примерно так же протянулся она у меня в движении приходится выкидывать ключик на время транспортировки и ставить эту тумбочку только так чтобы наклон полок был на закрытие всегда иначе они уедут в общем смотрите ништячная вещь советую если позволяет бюджет вместо горы барахла купить одну вот такую тумбочку в будущем можно будет докупить органайзеры и разложить ключики уже красиво по фэншую хотя ключики здесь подобраны со временем покупались они по необходимости поэтому можно просто органайзер сделать самому из пенопласта или поролона моей тумбочки все полки одинаковой высоты бывают тумбочки с полками разной высоты допустим верхние маленькие нижние побольше туда можно будет положить уже не только ключики а какой-то инструмент потолще вот этой пневматики принципе имея вот такую гору всякого барахла еще кроме этой тумбочки мне бы не помешал еще одна с ящичками побольше но это бюджет уже совсем другой надеюсь было вам полезно интересно и возможно даже пару женщин захотели купить своим мужьям такой вот очень полезный подарок возможно на 23 февраля вместо какой-нибудь дурацкой пены для бритья или одеколона если это так то моя миссия выполнена всем спасибо всем пока